Апостол Павел Это известная, скажем, дилемма, вот, дилемма, которая на самом деле не существует, только человек, ну, скажем, вот, первый раз читающий, ну, может, второй раз читающий вот этот апостольский корпус, апостольские тексты, он вдруг неожиданно сталкивается с этим противоречием, как же вот я читал, читал апостола Павла, там сказано, верой спасайся, тут читая апостола, как он говорит, делами спасайся. Но на самом деле и у того, и у другого написано и про то, и про другое. Апостол Яков пишет о том, что вера без дел мертва есть, естественно, но он же пишет и о вере, о том, как важна и определяющее значение играет вера, просто она без дел-то мертвая. Вера мертвая, спасается человек не делами, просто вера у него мертва, если нет дел. Если я верую, то я совершаю дела, которые верит не вера. Если я говорю, что веру во Христа, то верю его словам. Он сказал, не судите, не судимы будете, я не сужу. Но спасаюсь я не за то, что не сужу, а за то, что верю во Христа и следую его словам. Само по себе он не говорит, что ты спасаешься делами. Он говорит, что твоя вера оживает только тогда, когда ты делаешь дела. И апостол Павел, скажем, из послания Галатам, человек оправдывается не делами закона, а только верой во Иисуса Христа. Так опять-таки сказано про дела закона. Но дальше-то и в послании Галатам, и во всех своих прочих посланиях, что он говорит, апостол Павел? Он говорит, не воруй, он говорит, прощай, он говорит, читай, он говорит, ну делай, ты что-то должен делать. Иначе в чем проявится твоя вера? Вера это душа, а она проявляет себя в каких-то действиях, в энергиях, в каких-то акциях. Она актуализируется через какое-то дело, но спасаешься ты верой, а не этим самым делом. Ну вот, скажем, самый простой пример, иллюстрирующий эту вещь. Вот человек убежден сам, что он любит свою жену. Может, он правда любит, может, ему это кажется. Но и то, и другое он может проверить, то есть и сам проверить, и другим показать только через свои дела. И если он просто любит ее в душе, и никаких дел нету, дело не в том, что он там не дарит ей цветы, забывает ее о дне рождения, не помогает ей по хозяйству, не моет посуду, не нячится с ребенком, не ездит к ее маме, не поздравляет ее маму с днем рождения, и вообще никогда не говорит ей спасибо. С чего он решил, что он ее любит? На ком основании? По поводу собственных переживаний, так это может просто эгоизм, самодовольство того, что у меня такая замечательная, терпеливая жена, конечно, тут любовь. Любовь, она проявляет себя в делах любви. Ну вот человек, который дарит цветы, вспоминает о дне рождения, загоди, и по празднуству, и при празднуству, всякие подарки устраивает, в рестораны водит, платье покупает, посуду помогает мыть, с детьми нянчится, полы моет там, к тещи ездит, поздравляет, заботится, ну и что? Она его за это любит? Или для него это важно? Нет? Важна-то для него та любовь. И для него выше-то момент, когда он просто сидит и смотрит ей в глаза, когда он благодарит Бога за то, что у него такая жена, и он хочет хоть что-нибудь еще для нее сделать. Но не сами эти дела, их сколь угодно можно делать без любви, и они ничего не дают, они просто дела. И любой, кто пережил в подростковом возрасте неразделенную любовь, знает, что 300 лет нужен этот букет цветов, или его подвиг, или его золотое кольцо, если я его не люблю. Сами по себе они ничего не значат. Это все окрашивает только та любовь, которая внутри есть. Но если она есть, она актуализируется в каких-то действиях. Так и вера. Она, если нет никаких дел, ничего человек не делает ради Христа, для Христа, по вере во Христа, то его вера мертва, чтобы он там сам о себе не думал. О таких людей много, они говорят, а я верю в душе, в Бога. Вот. И мне хорошо с ним. Ну, не делаю ничего. Зачем? Я же верю. Но это ты придумал себе и Бога, и свою веру. Ты докажи о том, что ты веришь своими делами. Но спасешься ты. Не потому, что ходишь в храм, или молишься, или творишь милостыню, или постишься. Спасешься ты потому, что ты поверил, что Христос пришел в мир грешников спасти. Именно эта вера и важна, именно она и животворит. Но если она есть в твоем сердце, то она обязательно прольется энергией дел, энергией жизни вот среди людей в духовном сфере, если ты Антоний Великий, в социуме, если ты Елизавета Федоровна, в чем-нибудь, в той среде, где ты живешь. Потому что сама энергия жизни, она всегда проявляет себя. Она всегда, как Бог есть жизнь, он невидимый. Он, его нельзя потрогать, его нельзя никаким образом вот органами чувств восприять. И тем не менее, все в этом мире наполнено энергией его жизни, и он постоянно себя проявляет. Внеси свой вклад, оцени. Подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...